Всем привет, с вами канал Авиа Милитера, мы продолжаем наше прохождение Зарадж, Путов, Чауханы. Предстоит нам в этом эпизоде штурм Турбата, ну здесь буквально авторасчет. Давайте начнем с другого. Я думаю, стоит нам решить наши внутренние проблемы, разогнать вот эти две армии мятежные, потому что из-за них идет вот здесь разорение, давайте посмотрим в уши сколько, это минус 840. Волнение, наверное, из-за этого, так, расстояние, бедность, религиозный бунт, это все не то. Есть у нас здесь генерал в форте, давайте его перетаскивать через мултан. Ой, какой он у нас. Без авторитета. Это плохо. Кого мы ему наймем? Давайте пару мечников. Из метанкота возьмем, допустим, три копья, перетянем пока в уши. В уши наймем так. И хочется мне нанять конного лучника. Конного лучника. Даже не знаю. Потом перетянуть его сюда куда-нибудь. Ну, можно и так сделать. Да, не надо, наверное, не стоит. Здесь мечника наймем, одного меча. Перекинем сюда. Лучника тоже пригодится. Два, семь, может, семь ходов, господи. Чего ж так много-то? Так, ну не все слоты мы задействовали найма. Ну, кавалерия нам там, я не думаю, что очень будет нужна. По идее, надо вот этого генерала закинуть в эту армию, которая будет справляться с мятежниками. Вопрос другой в том, что если мы его выведем, какой там будет общественный порядок? Ну, если что, из лохора кого-нибудь потянем. В пинде кто-то есть. Что-нибудь дешевое можно нанять? Буквально от лучника. Перебучать не будем. В пешаваре. Чего так все плохо? Так, секирщики Кабули, это нормально, ребята. Да, давайте переобучим, пока деньги есть. Здесь нам предстоят маневры. Куда мы можем пройти? И что вообще в Кабуле? Агенты у нас есть. Возутчик. Но он у нас как контрагент. Здесь находится. Вопрос в том... Ну, это понятно, мы здесь пойдем на... Как он там? Газни? На Газни пойдем, конечно же. Давайте перетянемся пока в Кабул. Можем переобучить кавалерию. Ну да, строить мы здесь ничего не сможем. Давайте посмотрим горные тропы. А есть ли у него здесь подкрепление? Пока не вижу. Просто прикол в том, что фокусировать свое внимание на его северных провинциях нам не стоит, потому что скоро придут монголы в районе Самарканда. Это где-то примерно вот здесь вот, по-моему, Самарканд. Не он ли это? Нет, это Бухара. Самарканд где-то здесь, по-моему. Придет там 6 фуловых стеков. Посмотрел я, порывался в скриптах мода. Плюс у них будет подкрепление там некислое. Поэтому здесь мы будем держать оборону от монголов. Это понятно. Поэтому, чтобы выполнить наше последнее задание для победы в кампании, то есть уничтожить Султан Гуридов, нам нужно активнее начать действовать вот здесь, на юге. Что мы, собственно, и делаем. И по центру. По центру, начиная от Кандагара. А здесь, получается, смотрите, у нас есть Кабул, Гордес, Газни. То есть это такая, плюс еще Пешавар можно за два хода оттянуть. Это очень удобная база для подкреплений. То есть пока план такой. Поэтому на севере мы будем заниматься больше обороной и поставками войск в наши регионы, которые находятся южнее. И после захвата Газни мы, несомненно, что-нибудь перекинем на юга. Например, конных лучников. Потому что в обороне они... Ну, не так они нужны в обороне. Не так. Все-таки в атаке они поинтереснее в открытом поле смотрятся. И давайте уже приступим к штурму. Торбата. Не будем тянуть. Так, у него здесь есть подкрепление. Давайте отрежем его ночным нападением. Наверное, что-нибудь починить придется. Да. 450. Жизю нафиг. Ну, раз у нас есть деньги, давайте поставим рынок. Хотя, конечно, хочется порт надороговато. Конечно. Все к жестокости плюсы пошли. Так, и на 0.08 на наши ручкуские. Вакуумый кусочек. Ну, сюда мы пойдем попозже. Что у нас здесь? А здесь у нас... Аскары. Неплохо конница. Ну-ка, что там? А, 13. Показалось. Другая цифра. Пуштуны лошкары. Ну, это все лошкары. Это все лошки. Давайте отгоним эту армию. Так, этих ребят не хочется мне. Так, передать идти и управление. Нет, не хочу. Давайте вступаем в бой. У нас такой микс здесь. Если помните, предыдущие эпизоды смотрели. Мы его собрали на скорую руку. Вот. Чтобы выиграть время. Потому что Гурит захватывает все новые и новые поселения. Я так думаю. Я не хочу пускать победу. Тем более, что у нас 27 провинций. Чтобы какой-то Гурит победил в компании. Ему надо-то там 20, по-моему. Поэтому армию мы эту наспех сформировали. Здесь много метателей дротиков. Есть один лучник даже. Позиция у нас нормальная. Да, вполне. Вполне. От этих ребят. Первую линию. Основу у нас получается вот из этих секирщиков. Такая бомжа армия. Синьские секирщики. А, это джатые. Джатые кто? Джатые секирщики. Ну ладно. Лучники. Кто у нас остается? Вот эти метатели дротиков. Давайте их куда-нибудь на фланг. Ну, вроде бы и все. Хотя нет. Вот что? А, это кавалерия. Вру. Вот еще два копейщика. Этого сюда. Ну, этого, допустим, сюда. На фланг. Ну, и давайте пойдем в наступление. Там еще гондахарские секирщики придут на помощь. Ну, особо-то я в их услугах не нуждаюсь. Потому что армия у нас сильная. Ну, по сравнению вот с этим вот сильная. Так-то она, конечно, бомжовая. Одна легкая пехота. Позиция у нас поинтереснее, чем у него. Лучники. Давайте-ка вот по этим ребятам стреляйте. А нам важно своим генералам уничтожить его Аскаров. Стреляйте по этим. Кто у нас здесь есть? Ну, давайте построимся вот так. А, ну, неплохо прорядили. Смотрите-ка. У нас ручники такие бодрые. Молодцы. Так, давайте здесь заходить в тыл. Здесь вот так. Ну, и давайте атаковать, конечно, чарджем. Куда ты побежал там, господи? Что ж ты творишь-то? Метайте дротики, братья. Ага, хорошо. Так, что здесь с Аскарами? 39. Неплохо. Давайте сюда сейчас попробуем прочарджить. Здесь уже бегут сикерщики Кхабули. Давайте докидаем в них там, что ли. Здесь станем на горку. Почти лучники отстрелялись. Так, Аскара остается 27. Неплохо. Ручники как-то хреновастенько отступают. Давай-давай, Гена. Зацепи, зацепи. Отлично. Здесь не стесняемся. Ой, да ладно, да хорош, но это глупо. Опять генерала завалили. Ну, просто как какой-то бич в этом прохождении. Ужас. Давайте, добивайте их на нафиг, этих Аскаров. И поворачивайте сюда. Сколько их остается? Ну, и, кстати, много остается. Сейчас, по-моему, раллики очень мощно. Просядут они. Гандахарских сикерщиков не будем трогать. Фиг с ними, пускай там стоят. Все, начали. Начали враги паниковать. Это хорошо. Давайте чуть ускоримся. Тут уже, в принципе, это понятно. Главное, тебе их разогнать. С наименьшими потерями. Блин, Аскары еще живые. Да, сколько можно-то. А, тут лошкары остались. Лошки. Давайте догоним. А вот и гены их. Минус. Но это уже ничего не решает. Давайте чуть продолжим. Попреследуем. Двадцать. Ну, слоны хорош, не тупите. Так, не туда поворачиваю. Даже лучники не полностью отстрелялись. Вот это новость. Ну, ребята, последнего. Последнего уже. Ладно, раз слоны такие тупые. Кавалерия все сделает. Ну, вот кто там двое, наверное, остались где-нибудь. Нет, один. Трое. Так, хорошо. Мне остался последний отряд. Ну, потери минимальные. Хотя, сейчас подраскидаем вот этих ребят в зеленых одеяниях, блин. И минус один отряд у нас получится. Пятер остается. Они все здесь раскиданы. Так, нафиг. Перестань. Толку ноль. Один. Ну, и все, был окончен. Двести пять человек потеряли. Ну, да. Один отряд с вами. О, денег заработали. Командир самодела. Че он за чел? Два командования. Командование. Два боевого. Отлично. Минус один от боевого. Ну, плюс один. Пятнадцать. Одно другое компенсирует, в общем-то. Три верность. Два богородства. Один богородства. Да, берем, конечно. И поперекидываем. Че есть из наемников? Ничего интересного. Давайте идем в турбат. А надо ли нам идти в турбат? Ох ты ж. А вы откуда такие? Расписные. Двадцать, что ли? Двадцать. Ну, это вообще какие-то бомжи. Да, минус, конечно, генерал. Ну, зато нам дали другого. Ух ты, ты, кто такие? Арабские шейхи. Ну, не самые сильные юниты, скажу я вам. Пехотинцы Ахдаты. Тоже легкая пехота. Предлагаю с ними разобраться. И пойти на Гвадар. Давайте так и сделаем, в принципе, это. На всякие ПЖ сохранимся. Кого мы оставим? Кого мы оставим? Давайте оставим синских этих ребят. И метателей дротиков одного. Они нам, в принципе, не нужны. Так, а этого? Только на следующий ход. Ну, ладно. Тоже неплохо. Давайте разбираться теперь здесь. Ну, это все фигня. Тридцать восемь. Казнить нафиг. Чего не в бусте? О, никого там нет, что ли? Меченосец. Плюс один к здоровью. Отлично. Хороший спутник. Плюс один верность. Плюс четыре командования. Замечательно. Вот это он. Он. И здесь конные лучники. Ну, даже не знаю. Даже не знаю. Кого мы тут оставим? Ну, вот этих, наверное. Недобитков оставим. Давайте наймем двух клонных лучников. Ну, здесь я не буду обращать на них внимания. Как бы поступить? Может занять вот этот форт? Сэкономить денег? А на следующий ход осадить буст или сразу осадить буст? Мне кажется, сразу осадить буст. Так, нет. Надо один ход. Да, начинаем осаду. Наем. Посол. Посол не нужен. Здесь посол не нужен. Здесь мы все маневры провели с вами. На 275. Долгий ход какой-то получился. Зато город взяли. Сейчас будем продолжать наше наступление. Будем здесь на севере осаждать Газни. Будем создавать здесь ресурсную базу для нашего наступления по центру и на юге. Может что-нибудь гурит сейчас предпримет или может монголы придут, хотя не знаю. Убийца. Ну, к бусту он подтянул войска. Купцов вводит почему-то в своих. Ну, в это даже не буду вдаваться. Мне на это вообще фиолетово. А, ну вот неплохой стек подходит. Так, объединились. Ну, вот здесь сейчас будет, конечно, интересно. Посмотрим. Посмотрим. Сейчас, я думаю, объединимся мы от Кабула и от Гордеза и дадим бой вот этому генералу. Морская блокада. У нас минус 2000. Интересно. Интересно, как это минус 2000. Это, конечно, да. Гвадар. Насколько на три хода? Ну да, почему бы и нет. Блин, еще не сразу доплывем. Ну ладно. Минус 2000. Минус 2000. Что за фигня? Армия столько кушает, что ли? Содержание армии. 48 тысяч. Че-то это все печально очень. Это все из-за слонов. Мать их ети. Это все из-за слонов. Это понятно, конечно. Ну, здесь Гуляма. Это все. Шамп первый безумец. Что ж ты такой безумец? Безумец. Давайте посмотрим, что у него есть. Ну, у него пехота, в принципе, легкая. Ну, есть гази-молотобойцы, конечно. Тяжелая пехота. Элитка их. Есть просто воины гази. С чем бы выдвигаться? И кто будет командовать? Вот в чем вопрос. 58 лет. Ну, я не думаю, что ему будем мы доверять командование. 30 лет. Но здесь два командования у него. Ладно, давайте. Давайте подумаем. Сколько слонов свободных? Пять слонов свободных. Будет. Так, тебя мы, дружище, отводим отсюда. В Кабуле адский пипец какой-то. Даже с низкими налогами, интересно. Ну, дадим мы, конечно, слонов. Есть ли у него лучник? Так, лучник тоже есть. Сколько слонов свободных? Два слота. Нафиг, давайте подраскидаем лучше. Ну, до Гордезу не дойдет. Давайте кого-нибудь в Кабуу отправим. Да хотя бы вот так. Кстати, да, переобучим. Хотя бы таким способом наших копейщиков. И вот он, наш чел. На следующий ход мы будем сражаться. С мятежником, вот с этим. С Хасаном Лилучи через Уш пойдем. Думаю, нам этого хватит. Луков тут больше нет. Да, тут луков тоже нет. Че здесь с общественным? 105 всего при таком гарнизоне. Блин. Так, ладно, это все потом. Это все потом. Так, здесь мы разобрались. Хорошо. Армию забацали. Приобученная с ножичками. Хорошо, очень уже хорошо. Никого у нас тут скинуть в форт нету, чтобы сэкономить деньги. Ну, если только генералы, да? Ладно. Не думаю, что он нам тут сильно понадобится сейчас. скинем его в форт. Форт какой-то неудобный здесь. Был бы он где-нибудь тут, было бы классно. Мы, конечно, можем сами построить форт, но это дело накладное. Тем более, что у нас минус 2000. Минус 907. Все равно. Надо что-то делать. Да, тут мы нанять, конечно, никого не сможем. Сидни лаваде, неверный. Два командира. Ничего страшного нет. Но, во избежание глупости АИ, давайте я сражусь сам. И пойдем мы на замок. Здесь тоже не стоит нам пересиживать в обороне. Надо двигаться как можно быстрее вперед. Рельеф нормальный. Метатеридротиков. Конечно, метатеридротиков не надо выставлять вот так вот впереди. Они очень униязвимы для атаки кавалерии, но кавалерия у него кот наплакал, поэтому ставлю я их так. Немного пренебрежительно. На мой взгляд, это оправдывает себя, потому что они, ребята, стойкие. И поэтому в первой линии держатся они нормально. Главное, сейчас опять с генералом не завтыкать, чтобы у нас его не убили в первые же минуты боя. Ладно, хоть героя дня дают, и то хорошо. Они наши секирщики. Это пока самая классная пехота у нас нанята. Можем мы, конечно, нанять кшартреф, но проблемы с деньгами наблюдаются. Как ни странно, много у нас отрядов слонов, а по деньгам они очень дорогие. А в чем дело? По кому пострелять-то? Афганские налетчики, племенные воины. Давайте по кавалерии фиг с ним. Сырям тут от обороны. Не будем изобретать его сипед. не будем пока стрелять. А неплохо они терпят отстрелы, я вам скажу. Пуштуны, давайте пуштунов. Нафиг. А нет, смотрите, как они врубились-то. Неплохо. Вроде легкая кавалерия. Наглые какие, а? Сколько их осталось-то? Один. Да, ну справиться. Не надо здесь стрелять. Что-то плохой какой-то врыв. Плохо, что нет у нас тяжелой кавалерии, даже хотя бы средней какой-нибудь нормальной. вот в этих областях, которые мы захватываем. Очень фигово, потому что на одной лишь легкой кавалерии слонах ехать как-то, ну не знаю, не очень мне нравится. Кто по ним стрелят? Дротики, что ли, метают? Отходим. Сейчас бы, конечно, тяжелая кавалерия бы с ними разобралась очень быстро с этими лучниками. Офигеть, у нас еще одного слона убили. это что за фигня? Нафиг идем в атаку. Будем еще мудиться. Мне это не нравится совсем. Этот что за тип? Один человек, ему на все пофигу. Вообще бессмертный какой-то. Давайте покидаем сюда дротики. А, они метатели дротиков. Я думаю, они лучники. Где вы? Где дротики-то летят? Не вижу ничего. Вроде вклад попадает даже. Подойди поближе там, я не знаю. Гена, что ты как косовая? Так, отмена. Стреляйте. Здесь будем сохранить дистанцию. Ну, понятно, одного завалили. Покидайте хоть ни в что-нибудь. Кто-нибудь стреляет? Я же приказал стрелять. А побыстрее? А, ну, неплохо. Хорошо. Какие косые лучники у нас. Пошли они в атаку. Сейчас дротики еще добавятся. Ой-ой-ой. Как все серьезно-то. А, это был Гена их. Ну, держите минус Гену. Так, и совсем я забыл про их подкрепление, честно скажу вам. Я реально про них забыл. нафиг. О, воу. Перестраиваемся нафиг. Как-нибудь вот так вот что-ли. Побежали, побежали. Хотя мы тут можем посражаться. На, типа, сражаемся. Выйти из группы. Пускай покидают. Подудим, конечно же. Ой-ой-ой. Какие потери. Сжатые копейщики. Че вот такие днишние-то. Пушту новошкары. Че-то них прям убивает и убивает походу. Да, жестко вообще. Но сейчас поможем. Здесь покидаем секирщиков. Остается совсем мало дротиков. Ну, ладно. и спускаемся с горки. Поможем нашим копейщикам. Копейщики вообще сливаются просто в ноль. Пошатнулись уже хорошо. Куда-то побежали. Торучники, не надо стрелять по ним. Не надо ничего. Пока все ровно достаточно. Сколько остается их? 29. Давайте еще разок на горку заберемся. Прочарджим. Давайте лучники. Не филонти. Че вы? наши секирщики. Так. Чуваки с дротиками. Давайте метайте. Неплохо отпор. Рейнджовыми юнитами. Здесь поможем. тут справиться в принципе. Ура! Пацаны побежали. Все будет чардж. Но никого почти не убили. А ну вот одного. Секирщиков остается совсем мало. Ну Гена, давай помогай. Че ты как блин? Я не знаю. Беременны на этих слонах. Так. Минус Гена. Замечательно. А продолжим пока битву. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Гена не мешай. Так. Это все погибли вражеские полководцы. Слава Богу не наш. Ну кто остался один? Где-то там что-ли? Да ну нафиг. Победили ладно. Конечно джеты копейщики сливаются в ноль. Беспонтовый юнит. Для стеночки постоять. Отпустить. Казнить. Выкуп хочу. Нет. Придем коза. А эти чего? А ну все померли. Паночка померла. кто здесь? Гена добровольца харафиша один одиннадцать. Замок каменный замок девять ходов продержится. Надо будет штурмовать его. Тем более он какой-то не очень. Какой-то фач на два тарана на всякий случай. и башня. Два хода здесь постоим. Проверю я сейчас нет ли здесь подкреплений. Блин есть. Это что за ребята? Восточно-тюркские застрельщики. Ну это метатели дротиков. Ничего в принципе серьезного. Ну если что снимем осаду. Да не думаю что что-то серьезное здесь будет совсем. нам бы конечно еще бы генерала сюда в помощь какого-нибудь. Да и некого нам послать то. Ну ладно не суть. Вот здесь нам предстоит интересное сражение с шамом первым итоги хода давайте армия второе место интересно кто же там первый наверное румский султанат население второе место но 28 властей и при этом у нас минус 2000 это очень смешно если сравнивать это с другими модами при 20 сколько там блин при 28 провинциях и при трех углубленно армиях основных иметь минус 2000 ну это да это бредово конечно но это это Брокен Кресент это его специфика такая экономическая не совсем в плюс отойдет моду но уж какой есть мод такой и есть я думаю мы перенесем вот это важное сражение близ газни на следующий ход да на следующий ход само собой и на следующий эпизод что у нас в центре интересно а в центре интересно у нас подходит здесь вот такая армия ну в принципе в принципе в принципе давайте посмотрим что мы будем делать вообще нам выгоднее снять осаду на самом деле и просто протоковать вот этих ребят и им как подкрепление придет гарнизон в виде генерала ух ты это султан у них а что за султан шахнаме у него тоже шахнаме какого-то чувака мы убили у него тоже был шахнаме 77 лет сколько у него черт очень много да давайте вот так вот мы обойдем атакуем вот этого типа и султан придет им на помощь всех мы заувним и заберем себе буст и после этого мы просто в поле разобьем вот это вот непотребство тут в армию даже не пол стека здесь но это будет все в следующем эпизоде спасибо что смотрели этот эпизод приходите на наш канал впереди много интересного подписывайтесь на канал конечно вас ждет прохождение не только за норвегию на нашем канале после раджепутов начнем что-нибудь тоненькое пока ребят и до новых встреч